Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы читали Евангелие от Марка, где говорится о том, что Господь призвал Левия Матфея на апостольское служение и призвал его буквально с рабочего места. Он сидел на мытнице, собирал налоги, и Господь, проходя мимо, говорит ему, «Ди за мною», и он оставил все деньги, вот этот стол свой рабочий, всю свою казну и последовал за Христом. Это призвание напоминает нам призвание других апостолов, апостолов Петра, Андрея, Иакова, Иоанна, которые были не мытарями, а которые были рыбаками. И также Господь проходил мимо них и сказал, «Следуйте за мной». И они оставили сеть свою, оставили корабль, лодку свою, оставили свой дом и последовали за Христом. Но то, что касается призвания рыбаков к апостольству, то здесь могут возникнуть вопросы только такого плана, что люди необразованные, люди простые, необразованные, самые что ни на есть такие, из низшего, сословия, и тем не менее Господь их призывает. То есть не требуется для того, чтобы быть апостолом, быть каким-то особо образованным, там, богословом. Но то, что касается призвания мытаря, Матфея, то здесь, конечно, нареканий было гораздо больше, потому что мытари-то сами по себе были презираемыми и грешными. И вот в этом чтении Евангелия от Марка там и говорится о том, что Господь потом пришел в дом Левия Алфеева, то есть Матфея, да, и, естественно, в этом дому собрались многие его друзья, многие его сослуживцы, может быть, бывшие сослуживцы, такие же мытари, как он, такие же грешники. И вот люди начали роптать, а роптать начали в основном кто? Фарисеи. Фарисеи и книжники. Начали роптать и говорить, ну как же он общается с мытарями и грешниками? И Господь, видя помышления их, говорит, не здоровые имеют нужду во враче, а болящие. И в другом месте, в Евангелии от Луки, где говорится о обращении Закхея, тоже мытаря, там говорится, сын человеческий пришел призвать неправедники, но грешники к покаянию. Ну вот мы сейчас, когда читаем подобные евангельские отрывки, мы не удивляемся в основном ничему, потому что мы уже знаем, что было потом с этими грешниками, как они раскаялись, как они потом уже стали святыми, как многие из них потом запечатлели свою преданность Богу и мученичеством. И вот в том числе та святая Фатиня, которая сегодня празднуется, да, самарянка, тоже ведь считались язычниками, тоже грешниками, тоже не общались с ними, евреи. Однако же вот она обратилась ко Христу, а потом стала мученицей. И вот мы, исходя из всего этого, уже, ну, как-то иконописно воображаем себе эту встречу Христа вот с этими грешниками, да, и как-то весь вот этот вот, скажем так, пафос, все это несоответствие уже нам кажется нормальным и естественным. А вот если бы мы задумались, если бы мы представили себе сегодня подобную же встречу Христа с грешниками, то мы бы тоже, наверное, изобразили бы не в виде грешников не себя, а людей, вот которых мы, про которых мы все знаем, скажем так, да. Какие-нибудь профессии, например, которые воспринимаются явно такими вот негативными. Многие считают, вот, например, гаишники, да, вот они постоянно поборами на дороге, все их не любят, и как раз с ними бы можно было бы сравнить древних моторей, да. И вот Христос приходит в какой-то город и приходит не к нам в наше собрание молитвы, не в нашу церковь, а приходит вот к ним, к таким людям, грешным, вот таким вот несимпатичным, не иконописным, понимаете, пузатым, толстым таким грешником, разъевшимся, да. Но дело все в том, что все-таки не Господь приходит к ним, а они приходили к нему. Вот что интересно. И мне хотелось бы даже задуматься не над тем, почему Господь с ними общается, почему Господь не отвергает их, как все фарисеи и книжники отвергали. А мне хотелось бы вообще задуматься и самому понять, а что их самих сподвигало к тому, чтобы искать общение со Христом. Почему они так этого хотели? Почему они приходили именно туда, вот где Христос должен был быть? А если мы вспомним Закхея, так он не просто приходил туда, а забегал еще вперед по той дороге, по которой шел Христос, и на дерево залезал, чтобы увидеть его. Зачем ему это было так нужно? Ведь мы сейчас сплошь и рядом видим, да и тогда таких людей было много, людей грешных, которые абсолютно своим грехом не тяготятся, которые не ощущают какую-то горечь, боль от своего греха, которые не нуждаются в прощении, в каком-то оправдании себя, которых совесть совершенно не мучает, понимаете? Это мы все кормим друг друга сказками о том, что совесть есть у каждого, и совесть каждого человека там как-то обличает и мучает. Да нет, действительность нам показывает, что не у каждого и есть-то эта совесть. И многие до конца своих дней живут абсолютно спокойно, в грехах больших и страшных, без всякого покаяния, без всякого какого-то сокрушения, понимаете? Но все-таки есть среди грешных людей такие, которые хотят прощения, хотят оправдания, хотят что-то изменить в своей жизни. Это мы с вами-то как раз, понимаете? И многие другие грешники, которые пришли ко Христу, ищут с Ним общение, ищут от Него прощение. Вот что заставляет человека из греха обратиться к Богу? Вот почему, опять же, сто человек грешат, и грешат до конца жизни, без всякого сожаления, без покаяния, а один из этих ста недоволен этим, хоть и грешит, а чувствует, что что-то не так он делает. Совесть не дает вот именно ему покоя. Вот почему этот голос Божий изнутри его как бы к самому себе и к Богу и призывает, а других не призывает? Вот это у меня нет готового ответа. Это для меня тайна, понимаете? Почему при всем том, что так многие, так много людей слышат проповедь о Боге, немногие на нее откликаются, понимаете? Вот именно это такие тайны, которые Господь нам не открывает, но которые мы наблюдаем в жизни сплошь и рядом, понимаете? И вот этот Закхей, и вот этот Левий Матфей, да, сидит на мытнице, Господь на него посмотрел и призвал. Что он, одного единственного моторя, что ли, встретил Господь Иисус Христос за время своей земной жизни? Да нет, конечно. Мимо многих мытниц он проходил, и, глядя на других моторей, почему-то не призывал их. А вот этого человека, глянув ему в глаза, понял, что этот на его призыв откликнется, призывает его, и тот безропотно встает, все бросает и за ним идет. Понимаете? Остальные сидят, ничего им не нужно от Бога. Им главное вот это вот все, деньги собирать, налоги. Закхей, вот казалось бы, да, вот что ему так хотелось видеть-то, Господа? Зачем он ему нужен? Ну вот что-то его изнутри туда придает. Он понимал, что там источник прощения его грехов. Он понимал, что вот Господь Иисус Христос может ему помочь сделать этот шаг. А он шаг этот сделать хочет, но не может. Понимаете? Ведь так часто бывает. Хочет человек измениться, но не видит в себе, не может найти в себе вот этот резерв вот этих сил, импульса такого, который бы подтолкнул, который бы дал бы возможность сделать этот шаг. И вот Закхей бежит к нему, к Господу, залезает на это дерево, а Господь на дерево смотрит, говорит, Закхей, слезай, я к тебе сегодня домой приду. И тот бежит радостно, значит, накрывает стол, приглашает своих друзей, таких же, как он сам. И во время этой трапезы встает и говорит, Господи, пол имения своего давнищим. Как в омут, понимаете, с головой. То есть вот, встает и выпалил. Все. Фух. Пол имения своего раздам нищим, и если кого-то чем обидел, четверо верну. При свидетелях. Тут уже отступной не сделаешь. Тут уже назад свое слово не возьмешь. Понимаете? И Господь говорит, вот воистину этому дому пришло спасение. И это сын Авраама. А сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Только бы эти погибшие осознали гибельность свою. Только бы эти грешники осознали то, что нуждаются в прощении. А сын человеческий, вот для них-то как раз и пришел. Не для тех самодовольных, уверенных в своей праведности людей. А вот для этих самых грешников, которые ищут в Боге спасение. Вот какое сегодня назидательное Евангелие нам читалось. И вот, опять же, чему оно нас учит? Не осуждать никого. Потому что Господь никого не осуждает. Видите, вот эти фарисеи и книжники осуждали. Они умные, они правильные, они праведные. А Господь с грешниками общается, а не с нами. Вот. А мы осуждать не должны других людей. Себя должны осуждать, а других нет. Богу нашему слава во веки веков.